Известный в Волгограде зооволонтер Алексей в очередной раз выехал на место, где обитали несколько недавно родившихся щенков. Мужчина сделал фото и оценил обстановку, чтобы в следующие дни приехать и забрать малышей, но затем заметил, что один из них чувствует себя совсем не важно. Малыш был ослаблен, не проявлял ни к чему интереса и лишь грустными глазами смотрел по сторонам. Алексей решил забрать его с собой немедля и, как оказалось, сделал это как раз вовремя. У щеночка диагностировали пероплазмоз. Пероплазмоз – одно из самых опасных заболеваний у собак, которое провоцирует укусы клещей. При укусе бобезии микроскопические клеточные паразиты попадают в кровоток и начинают поедать гемоглобин внутри эритроцитов и распространяются так быстро, что организм не успевает самостоятельно с ними бороться. В результате этого процесса в клетках возникает недостаток кислорода и переизбыток углекислого газа, происходит интоксикация организма. Почки, печень и селезенка начинают работать в усиленном режиме, в разы увеличивается нагрузка на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Без своевременного лечения это может привести даже к смертельному исходу. Дома у Алексея щенок был помещен в комфортные условия и начал получать необходимое лечение. Крошку щенка назвали Фантиком. Через несколько дней жизни под опекой Алексея он уже начал вставать на лапки, с аппетитом есть и улыбаться. Как и все щеночки, выздоровевший Фантик немедля начал разведку территории, а набегавшись падал спать рядом с любопытной игрушкой, плюшевым крабиком. Еще малыш очень подружился с другой щенулькой, проживавшей на передержке у Алексея, Анной. Время шло, и когда Фантик немного подрос и окреп, Алексей начал искать ему дом. Будущие хозяева нашлись в весьма неожиданном месте, за 150 километров от Волгограда, но они не пожалели времени и средств и сами приехали за Фантиком. Фантик умчал в новый дом, где не переставая радует хозяев своими забавными выходками и ласковым нравом. Благодаря волонтеру, люди обрели своего любимого питомца, а бездомный и никому не нужный щенок, своих людей. Не так давно подросший Фантик передал вот такой фотопривет своему спасителю. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!